Добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем изучать дисциплину экономико-энергетических компаний. И я с вами, Нехороших Инна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного дела и мировой экономики. Сегодня мы с вами прослушаем третью лекцию, которая называется «Оборотный капитал энергетических компаний». Первый вопрос, который мы с вами рассмотрим. Экономическое содержание, состав и особенности оборотного капитала энергетических компаний. Процесс производства электрической и тепловой энергии требует использования предметов труда, а именно топлива, воды, вспомогательных материалов и денежных средств, необходимых для расчетов поставщиками топлива, выплаты за обработные платы, процентов по краткосрочным кредитам. Оборотный капитал. Оборотные средства, вложенные в ценные бумаги, дебиторская задолженность и деньги на дебиторском счете. Оборотный капитал – это предметы труда, выраженные в денежной форме и денежным средствам в обороте. Основными чертами оборотного капитала являются срок службы не более одного года, участие только в одном производственном цикле, полное перенесение стоимости на себестоимость готовой продукции за один производственный цикл и изменение формы в процессе обращения – денежной формы в товарную и обратно. Оборотные средства меняют свою вещественную форму, переходя из сферы производства в сферы обращения. На рисунке 1 мы с вами видим крогооборот капитала, то есть денежные средства переходят в производственные запасы, затем в готовую продукцию, средства в расчетах и дебиторская задолженность. Основное назначение оборотных средств состоит в обеспечении непрерывности и ритмичности процессов производства и реализации продукции, которые сопровождаются трансформацией оборотных активов из одного вида в другой. На данной схеме мы с вами видим, цикл трансформации может быть представлен в следующем виде, то есть денежные средства, затем запасы, готовая продукция и дебиторская задолженность. Оборотные средства не расходуются, а лишь меняют свою форму, совершая непрерывный кругооборот. Они переходят из сферы обращения в сферу производства и обратно, принимая последовательно форму фондов обращения и оборотных производственных фондов. Кругооборот оборотного капитала начинается в сфере обращения, где он меняет денежную форму на форму производственных запасов. Это соответствует оплате счетов поставщиков товарно-материальных ценностей, топлива, запчастей и других расходов. На второй фазе производственные запасы в процессе производства приобретают товарную форму в виде электрической и тепловой энергии. Эта фаза кратковременная, ибо процессы производства, передачи и потребления протекают мгновенно и одновременно. Третья фаза заключается в реализации, переданной потребителям энергии, в результате чего готовая продукция принимает денежную форму. На средства, полученные от реализации, снова покупаются топливо, материалы и цикл повторяется. В зависимости от сферы использования, в составе оборотного капитала выделяются оборотный капитал в сфере производства, имеющий в основном материально-вещественную форму, оборотный капитал в сфере обращения, обслуживающий кругооборот средств компании. На данной схеме мы видим этот кругооборот оборотного капитала, где готовая продукция переходит в деньги, затем сырье и материалы, и в производственную форму или производственную стадию. Состав и структуру оборотных средств организации мы с вами можем наблюдать из схемы. Оборотные средства, как мы уже сказали, это оборотные производственные фонды подразделяются и на фонды обращения. В свою очередь, оборотные производственные фонды делятся на производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов. Фонды обращения делятся на готовую продукцию, денежные средства и дебиторскую задолженность. Оборотный капитал в сфере обращения включает в себя готовую продукцию на складе, ожидающую реализацию и готовую продукцию в пути. Дебиторскую, то есть абонентскую задолженность за продукцию, переданную потребителю, но не оплаченную. Свободные денежные средства компании, находящиеся в расчетах на расчетном счете в банке или в кассе предприятия. К оборотному капиталу в сфере производства относятся стоимость производственных запасов. Это сырье, запасов топлива, запасные части, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов, малоценных и быстро изнашивающих предметов. Стоимость средств в производстве, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства. Расходы будущих периодов. Сюда входят затраты на подготовку, ремонт и освоение производства, подлежащие погашению в будущем. На данной схеме мы с вами видим состав и структуру оборотных средств в процентном соотношении. То есть мы с вами видим, что оборотные средства, если взять за 100%, то их можно поделить. Оборотные производственные фонды у нас будут составлять 70% от оборотных средств, которые в свою очередь подразделяются на производственные запасы, которые составят 70%, незавершенное производство 25% и расходы будущих период составят 5%. Все это образует нормируемые оборотные средства, которые составят 80%. Фонды обращения у нас от оборотных средств составят 30%. В свою очередь они будут делиться на готовую продукцию на складе, который составит 30%, готовую продукцию в пути, также 30%, денежные средства 25%, которые будут находиться на расчетном счете, и в кассе банка, дебидорскую задолженность, которая составит 15%. Все это составит ненормированные оборотные средства, и они у нас составят 20%. Рассмотрим специфику оборотного капитала в энергетике. Оборотный капитал в электроэнергетике включает в основном запас топлива, запасные части для ремонта, вспомогательные материалы и малоценные и быстро изнащивающие предметы. В энергетике практически отсутствуют запасы сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов. В энергетике характерным является первая часть оборотного капитала, так как в ее основном производстве отсутствуют полуфабрикаты собственного изготовления и незавершенное производство. В последние годы в энергетике также происходит увеличение расходов в будущих периодах. Оборотный капитал в сфере производства. Это оборотные производственные средства, учитываемые как в натуральных показателях, то есть тонах, штуках, так и в денежном выражении. В энергетике нормативы по топливу, материалам и запасным частям устанавливаются в натуральном и денежном выражении. Рассмотрим структуру оборотного капитала в энергетике, которая характеризуется высокой по сравнению с промышленностью долей денежных средств, необходимых для создания производственных запасов топлива и высокой дебиторской задолженностью. Специфика оборотного капитала в сфере обращения выражается в следующем. Это отсутствует готовая продукция на складах компании и отсутствие готовой продукции в пути. Структура оборотного капитала характеризует удельный вес стоимости каждой составляющей оборотного капитала в его суммарном объеме. Учитывая отсутствие в электроэнергетике незавершенного производства покупных полуфабрикатов готовой продукции на складе и в пути, основными составляющими оборотного капитала для энергетической компании являются Стоимость производственных запасов, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и свободные денежные средства. Структура оборотного капитала зависит от характера и структуры бизнеса энергетической компании, То есть генерация, передача, сбыт, ремонтная деятельность. Для генерации существенная доля стоимости производственных запасов и в первую очередь запасов топлива. Также в структуре оборотного капитала в современных условиях велика доля абонентской задолженности. Она может достигать 60%, в то время как в условиях нормальной платежной дисциплины она не превышает 15-20%. Из таблицы 1 мы можем с вами наблюдать структуру оборотного капитала энергокомпаний. Здесь представлены две компании АО «РАО ЕС России» и АО «Мосэнерго». И соответствующие оборотные капиталом показатели. То есть это стоимость произведенных запасов, дебиторская задолженность, свободные денежные средства и как раз срочные финансовые вложения. С этой таблицы мы можем с вами наблюдать, что как в одной, так и в другой компании основная доля оборотного капитала приходится на дебиторскую задолженность. Ну а стоимость произведенных запасов, то есть в РАО ЕС они меньше по сравнению с АО «Мосэнерго». Ну а свободные денежные средства и краткосрочные финансовые вложения также в РАО ЕС выше по сравнению с АО «Мосэнерго». Из данной схемы мы с вами можем наблюдать основные оборотные капитал, что он состоит из фондов предприятия, которые в свою очередь образуют основные средства. Там средства производства, оборотные средства, которые складываются из готовой продукции и денежных средств. Перейдем к изучению второго вопроса. Нормирование оборотного капитала. Оборотный капитал должен обеспечить непрерывность производственных процессов. Поэтому величина оборотного капитала диктуется не только потребностью в сфере производства, но и в сфере обращения. Рост объема производства продукции, расширение рынков, сбыта вызывают увеличение потребности в оборотном капитале. Избыток оборотного капитала означает, что часть капитала компании заморожена и не приносит доход. Недостаток оборотного капитала тормозит и нарушает ритмичность производственного процесса, замедляет скорость хозяйственного оборота и приносит компании убытки. Размер оборотного капитала должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойной работы компании. Нормирование оборотного капитала состоит в определении на основе норм и нормативов плановых размеров оборотного капитала. Нормирование оборотного капитала, оборотных средств включает в себя разработку научно обоснованных норм расходов ресурсов, которые разделяются на материалов, денежных средств, топлива. Норма расходов материалов – это научно обоснованная, предельно доступная величина расхода материальных ресурсов на производство единицы продукции, работ или услуг при данной технологии, режиме работы оборудования и уровне организации производства. Также включаются определения норматива оборотных средств, установление норм запасов оборотных средств по отдельным элементам оборотных средств, выраженных в сутках. И норма запаса в сутках характеризует период времени, в течение которого запас обеспечивает бесперебойное снабжение производства данным ресурсом при фиксированном среднеустойчивом его потреблении. Норматив оборотных средств определяется как произведение среднесуточного расхода ресурса на норму запасов в сутках. На большинстве предприятий производственные запасы, исходя из их назначения, делятся на текущие оборотные и страховые гарантийные. Текущие или оборотные запасы – это баззапас, необходимый для снабжения производства предметами труда в периоды между поступлениями очередных партий поставок сырья, материалов. Текущий запас находится в прямой зависимости от интервалов периодичности поставок. Поэтому планирование текущего запаса в итоге сводится к определению оптимального интервала поставки и изысканию технических и организационных средств его выдерживания. Величина оптимальных интервалов зависит от факторов, характерных как для самого предприятия, так и для поставщика. Страховой запас создается для гарантий от внезапных задержек и перебоев в поступлении оборотных фондов. Его размеры зависят от расстояния между предприятием, потребителем и поставщиком, точности выполнения плана поставок, четкости и условий работы транспорта и его вида и климатического района размещения предприятия. В некоторых случаях, кроме текущего и страхового запасов, возникает необходимость создания сезонных запасов оборотных фондов. Кроме того, в некоторых отраслях рассчитываются также транспортные и подготовительный запас. Сумма нормы запасов в целом определяется как сумма текущего, страхового, транспортного и подготовительных запасов в днях. Среднесуточный расход зависит от производственной программы и материала емкости продукции. Расхода данного вида материала на единицу продукции. Здесь мы с вами видим формулу, по которой рассчитывается среднесуточный расход. И нам нужно при расчете учитывать готовую производственную программу продукции этого вида и расход материалов на единицу продукции. Норматив может определяться как в натуральном выражении, в тонах, штуках, так и в стоимостном выражении. Норматив оборотных средств устанавливается отдельно по статьям оборотных средств. Материалы, запасы, топливо, на основе которых формируется норматив по структурному подразделению, или филиалу компании, как сумма нормативов по статьям. Сумма нормативов по подразделениям и филиалам определяется нормативом оборотных средств компании в целом. Оборотный запас натурального топлива на электростанции может быть подсчитан из следующего выражения, который предоставлен на слайде. Здесь мы с вами учитываем среднесуточную выработку электроэнергии, среднесуточный отпуск тепла потребителям, удельные расходы условного топлива соответственно на выработан 1 кВт-час электроэнергии и 1 гигаджоль тепла отпущенного потребителям, норму запаса топлива в сутках, и низшая теплота сгорания топлива. Нормы и нормативы устанавливаются на определенное время, квартал или год, или более длительный период, и должны пересматриваться при изменении условий производства, снабжения и сбыта. В энергетике подавляющая часть оборотного капитала подлежит нормированию в сфере производства и в сфере обращения. В сфере производства она подразделяется на производственные запасы и расходы будущих периодов, а также средства в процессе производства. В сфере обращения это дебиторская задолженность. Запасы угля на складах электростанций должны рассчитываться на 1 месяц работы с полной загрузкой, а мазута на 15 дней вне зависимости от расстояния доставки, за исключением очень крупных станций, расположенных вблизи резервов угля, крупных шахт и нефтеперегонных заводов. Перейдем к изучению третьего вопроса. Эффективность использования оборотного капитала. В ходе производственного процесса оборотные средства предприятий непрерывно совершают периодический кругооборот в производстве и обращении, переходя из денежной формы в товарную покупку производственных запасов. Затем в результате производства и реализации продукции снова в денежную форму и так далее. Начало кругооборота средств исчисляется от момента оплаты предприятиям стоимости материалов, топлива и других затрат производства. Завершается кругооборот после возврата этих средств в виде выручки от реализации продукции. Рассмотрим эффективность использования оборотных средств, которая измеряется следующими показателями. Оборачиваемость оборотных средств или количество оборотов. Он рассчитывается как отношение объема реализованной продукции среднему размеру оборотных средств за отчетный период. Формула указана ниже. Здесь мы видим, что оборачиваемость оборотных средств показывает число оборотов, совершаемых оборотными средствами за анализируемый период, за квартал, полугодие или год. Здесь нам нужно знать средний размер оборотных средств за плановый период. Чем больше коэффициент оборачиваемости, тем более эффективное предприятие использует оборотные средства. Из формулы видно, что увеличение количества оборотов свидетельствует либо о возрастании объема реализации продукции при неизменном остатке оборотных средств, либо о высвобождении некоторой суммы оборотных средств при неизменном объеме реализации, либо характеризует ситуацию, когда темпы роста объема реализации превышают темпы роста оборотных средств. Ускорение или замедление оборачиваемости оборотных средств определяется сопоставлением фактического коэффициента оборачиваемости с его значением по оплату или за предыдущий период. Теперь рассмотрим показатель. Это продолжительность одного оборота. Длительность одного оборота в днях показывает, за какой срок оборотные средства совершают полный оборот, то есть возвращаются к предприятию в виде выручки от реализации продукции. Вычисляется путем деления количества дней в отчетном периоде год, полугодие, квартал на коэффициент оборачиваемости. Здесь нам надо с вами учитывать однодневный выпуск продукции. Из приведенных формул видно, что чем больше сумма реализованной продукции и чем меньше оборотные средства, тем быстрее они оборачиваются. Количество это определяется увеличением числа оборотов или уменьшением длительности одного оборота. При сравнении двух отчетных периодов могут быть случаи, когда, например, в последующем периоде увеличивается сумма реализованной продукции, но одновременно увеличивается и размер оборотных средств. Для того, чтобы выяснить, в какой период оборотные средства использовались наиболее эффективно, нужно определить их ли число оборотов или длительность одного оборота за каждый период, а затем сравнить эти показатели. Условное освобождение оборотных средств в случае ускорения их оборачиваемости или дополнение привлечения по причине замедления оборачиваемости определяются по следующей форме, которая указана ниже. Где Т – это календарная продолжительность планового периода. Как правило, берется 360 дней, то есть год или квартал 90 дней. И однодневный выпуск продукции отчетного периода. Ускорение оборачиваемости оборотных средств благоприятно влияет на показатели рентабельности. Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует сумму оборотных средств, авансированных на 1 рубль, выручки от реализации продукции. По аналогии с фондоемкостью основных средств, этот показатель представляет собой обратную фондоемкость, то есть затраты оборотных средств на 1 рубль реализованной продукции. И рассчитывается по данной формуле. То есть, как отношение средняя стоимость оборотных средств к выручке от продаж. Коэффициент загрузки является величиной обратной коэффициенту оборачиваемости. Значит, чем меньше коэффициент загрузки средств в обороте, тем эффективнее используются оборотные средства на предприятии. Кроме рассматриваемых общих показателей оборачиваемости оборотных средств для выявления конкретных причин изменения общей оборачиваемости, определяются показатели частной оборачиваемости, которые отражают степень использования оборотных средств в каждой стадии кругооборота и по отдельным элементам оборотных средств. Рассчитываются аналогично приведенным выше формулам. На этом мы заканчиваем изучать данную дисциплину. И с вами была Нехороших Инна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного дела и мировой экономики. Спасибо за внимание!